Хочу вас поблагодарить за то, что вы организовали эту конференцию. Особенно приятно, что она проходит в Институте научно-исследовательском Ингурском, на Ингурской земле. То, о чем, в общем-то, дедушка, наверное, и мечтал. Любимой долгожданной внучке Тамаре, когда дедушка ушел из жизни, было 12 лет. На конференцию дочь единственного сына писателя Дашлуко Майсагова приехала специально из Санкт-Петербурга. Свою жизнь она связалась с медициной, но именно наставления деда, воспоминания о нем и о его творчестве помогли стать настоящим профессионалом в своем деле. Какая-то необыкновенная любовь и связь с его предками. Было такое ощущение, что он как будто бы понимает ту вековую историю, которая есть у нашего народа. И патриотизм заключался в том, что он был действенным. Это не то, что какие-то там беседы на кухне. Это было действительно постоянное общение с самим народом и участие во всех, не то, что культурных, а во всех и политических мероприятиях, которые проходили. И действительно, Дашлуко Майсагов участвовал во всех самых важных для своего народа событиях. Сам писатель был из семи военных, родился в селении Гамурзиева. Отец – прапорщик российской армии, ветеран русско-турецкой войны. Научная работа Дашлуко Майсагова, которая стала делом всей его жизни, началась с составления школьных учебников. В начале 30-х годов благодаря Дашлуко Майсагову ингурскому читателю стали доступны произведения русских классиков – Пушкина, Лермонтова, Крылова и Гоголя. Он перевел на родной ингурский язык сказки, произведения, басни и рассказы. В 1957 году он стал директором Чечено-Ингурского научно-исследовательского института истории, языка и литературы. С 1958 года – доцент, а потом и профессор кафедры родного языка и литературы. У историка Руслана Куркиева в домашнем архиве хранится фотография, на которой весь преподавательский состав. Здесь Дашлуко Майсагов. Известный ингурский писатель был педагогом у матери Руслана, когда та еще училась в аспирантуре. Профессор Семенов. Третья сидит рядом с ним. Куркиева Хамурсановна. Четвертый – Заурбек Куразович Мальсагов. Пятая сидит Марием Кадзоева. Дашлуко Майсагов внес большой вклад в изучение искусства, литературы и фольклора ингурского народа. В 1941 году отдельной книгой выходит первая в истории кавказского языковедения монографическая работа, которая была защищена им в качестве кандидатской диссертации. Лично я занималась изучением его творчества. И тема моего доклада – это фольклорные традиции в творчестве Дашлуко Майсагова. Всем известно, что Дашлуко Майсагов был прекрасным знатоком ингурского языка и ингурского фольклора. То есть он занимался изучением фольклора, и Дашлуко Майсагов сам считал, что изучение языка невозможно без изучения фольклора. То есть тот человек, который хочет изучить язык, должен изучить его фольклор. И в своем творчестве он использовал фольклорные сюжеты, мотивы. Дашлуко Майсагов был известен во всех поэтических кругах. Ему самому было посвящено немало произведений. У меня очень большая переписка со своим дядей, народным поэтом Карачаева Черкисии, Суюнчевым Азаматом. Но его уже нет около трех лет живых. И у него есть произведение, которое он мне высылал, и мы, в общем-то, что-то вместе писали. И есть вот такое стихотворение. Это подстрочный перевод. Лучше не скажешь, как он назвал это стихотворение. Оно называется «Они несли родную речь под знамя». В этом году со дня рождения Дашлуко Майсагова исполняется 120 лет. Классик навсегда вписал свое имя в историю ингурского народа. Всю свою жизнь он занимался изучением ингурского языка и культуры. И именно благодаря ему общество узнало о многих исторических фактах. Ирина Цычуева, Асхаб Белакиев, Новости 24.